Слушательно говоря, я как эмоционально стабильный человек хочу вам сказать, что очень важно быть спокойным! Здравствуйте, дорогие ребята! Делишки-то как у вас? Как у вас делишки-то? Женя Попов, меня зовут, наверное. С нетерпением ждали еще одного выпуска вашего любимого кар-влога в принципе с Дэй. Это единственный кар-влог на планете, где телефон стоит больше, чем автомобиль. Сегодня я хотел вам сообщить некое такое даже болезненное, да, такое месседж у меня есть для вас, потому что намечаются праздники новогодние, Христоботево будем, Рождественские там праздновать, да. Что делать на праздниках? Конечно, кушать, застолье, дрыкать, дрыкать, может, дроги можно, можно вплымы. Но есть очень одна важная деталь. Вот мне написал кто-то из вас, дорогие друзья, один из вас, дорогие друзья, один дорогой друз, написал, сказал, Жень, что делать, вот если ты год или пару лет или пару месяцев не видел вот этих всех родственников, тетюшек, бабушек, которые приедут тебе на застолье? Ты не видел их, ты не знаешь, может, они изменились, может, они прочитали Каэлью, может, они смотрели какой-то фильм, может, у них менталитет изменился. Как вообще с ним беседовать? Например, садишься ты за стол и кушаешь там, ну, что, фикацейди пуй биологический такой, хороший-хороший пуй, там, аспарагус, можно, лафок, кьюти, там, приготовил. И ты вот берешь там, там, венцо какой-то, пино-нуар берешь, там, музыка играет, фернс-лист. И внезапно тетушка тебя спрашивает. Эй, не поцел, не поцел, не поцел, а как у тебя на работе? Ну, тетушка, все, спокойно, зарабатываем, работаем. Вот меня уже промывировали, мне плюс 5 долларов в час уже зарабатывать, теперь новая функция, у меня теперь лакроваты каждый день, коллега у меня гей есть, что еще? Скажи, тетка твоя, и уронит весь этот фикацейди пуй, который она ругомировала, уронит ее на стол вместе с тупитом изо рта. В этот момент ты, конечно, согреешься внутри и хочешь реакционировать, но фармик в чем? Фармик в том, чтобы был остывшим, потому что самый хороший ревенч это рачатура, когда ты холодный. Если ты в тот момент начишь, ага-га, тетка, как я регретирую, что позвал тебя на праздник. Нет, ты все руинишь, если ты будешь неспокойным, то неспокойным будешь и ты, и все вокруг. Лучше микроигнорировать этот момент, как будто ничего не бывало, скажет, ой, тетушка, вы уронили изо рта фикацел. Она, ага-га, ага-га, чуть-чуть растеряется, потому что она будет, она ожидала, чтобы ты реакционировал на ее инсулту гомофобическую. А ты про фикацел говоришь, вообще гастрономическую. Теперь она растерялась, вы садитесь, кушайте, 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 кушайте. И потом последнее, что приносит десерт, это рачатура. И на рачатура ты встаешь и скажешь, тетушка, давай я тебе помогу разрезать, потому что там печу ружди порк, много резать. Ты по... Вот так, у тебя пропиток, знаешь, где голова. Берешь, вот здесь рачатура. И вот так, тетушку, промокаешь. И рачатура, тетка, ты мне, ты что говоришь про моего коллегу? Хоп, ей показываешь зеркало. Она видит у нее лицо в рачатуре, говорит, блин, в натуре плохо. И у нее функционирует система схема, что она думает, а, в натуре, лучше гей, чем лицо в рачатуре. Тогда она раскается, скажет, извини, не поцелуй, не хотел испортить тебе праздник. Вот в этом-то и заключается маленький мой туториал на сегодня, как справиться с праздниками на застолье. Спасибо вам огромное за внимание, как обычно желаю вам, и до скорой.